Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Сегодня будет второй ролик из серии «Чего купил». Приехала ко мне посылочка из немецкого магазина «Дик». Понятно, что заказывать нормальным цивилизованным способом не получается. У нас в Белоруссии введена пошлина на интернет посылки. И там, если больше 22 евро стоимость посылки, надо заплатить такую дурную пошлину, что все покупки становятся бессмысленными. Понятно, что любое государство любит пошариться по карманам у своих граждан, но Беларусь в последнее время плотно запустила обе руки в наши карманы и старается их оттуда не доставать. Вы видите, что творится у нас на улицах после того, как ввели подушную подать или, как любят наши власть-придержащие, называть налог на тунеядство. Поэтому такие покупки я предпочитаю делать при помощи партизанских методов. Ну а теперь перейдем, в общем-то, к содержимому посылочки. Вот такой вот держатель для напильника от «Веритаз». Для чего он, вообще говоря, нужен? А нужен он для того, чтобы можно было отфуговать пилу при заточке или начерно заточить циклю. Вставляется в этот держатель напильник, поджимается винтами. Ну и получаем вот один угол в 90 градусов, один в 45, в зависимости от того, что нам нужно делать. Напильник для этих дел я использую с одинарной насечкой. Ну, так советуют умные, знающие в этом деле люди. Заказал я вот такие вот накладки пластиковые для магнитного стусла веритазовского, для пиления ласточкиных хвостов. Слышал я версию, что такое стусло используют слабаки и девчонки. Но я, в общем-то, не комплексую. Периодически его использую для того, чтобы быстро и хорошо напилить ласточкиные хвосты. Вот эти вот накладки, видно, уже немножко подустали. И впрок закупил я запасные. Купил я себе еще одну пилу для ласточкиного хвоста от Veritas. Одна у меня такая же есть. В общем, стоит она недорого. 46,5 евро. Можете посмотреть цену в России, где она продается тоже. Ручка из бубинга. По-моему, 14 тут зубов на дюйм. Где-то, по идее, должно быть написано. Да, вот, RIP. 14 зубов на дюйм. Собираюсь я сделать такой дежурный себе инструментальный ящик для работы на выезде. Предстоят мне кое-какие дела. Ну, вот она туда и куплена. Вот такую вот книжечку по заточке положили мне в подарок совершенно бесплатно. Ну, большого какого-то интереса она не представляет, если честно. Это обзор всяких штук для заточки, которые продаются в каталоге УДИКО. Купил я себе еще вот такой вот камень двусторонний. Вот DMT. Прямо с держателем. Цена на камень без держателя незначительно отличалась на камень с держателем. Решил не экономить. И взять сразу вот с такой подставкой. В мешочке 8 резиновых ножек. Сейчас я их поставлю. Ну, и чуть-чуть поподробнее расскажу про него еще. Камень этот двусторонний. С красной стороны 600 грит. С синей стороны 325 грит. Подставка очень простая. Вот такие вот прижимы с двух сторон. С ушками. Можно их устанавливать, я так понимаю, еще и для больших камней. Здесь тоже установлены резинки. Ну, и вот так вот эти ушки фиксируются. И камушек получается уже закреплен. Стоит весьма и весьма устойчиво. И пару слов хочу рассказать, для чего я себе вот эту вот штуку купил. Я не могу сказать, что заточка для меня какое-то супер-пупер интересное занятие. Но точить приходится довольно часто. Инструмента ручного у меня довольно много. Поэтому, ну, есть желание как можно более упростить себе эту задачу и точить с минимальными усилиями. Несколько лет я точил по методике Пола Селлера. Ну, вот сейчас мне интересно попробовать поточить по методике Роба Космана. Есть у меня вот такой вот камушек от Шептон. 16000 грит. Купил я его раньше, еще не использовал. Потому что надо было мне докупить в комплект вот такой вот камень. Грубую сторону я буду использовать для выравнивания этого Шептона после заточки. А точить буду на 600 гритах. А потом делать микрофаску вот на 16000. Ну и посмотрю, что из этого выйдет. Вот эта вот небольшая книжица начинается с очень умной фразы. О том, что мнение как точить тупой инструмент очень сильно различается. Даже среди профессионалов. Был несколько лет назад на ютубе такой заочный спор между Робом Косманом и Полом Селлером. По поводу заточки. Ну и интересно проверить все это дело самому. Тем более, что это должно внести хоть какое-то разнообразие. В такой довольно рутинный процесс заточки инструмента. Ну и осталась одна, на мой взгляд, довольно интересная книга. Это третий том сборника статей из журнала The Woodwork. В то время, когда главным редактором его был Чарльз Хейвард. Чарльз Хейвард был главным редактором с 1939 по 1967 годы. И в общем-то в этих книгах содержится сведения по работе с ручным инструментом. Которые в общем-то уже почти и забыты. Третий том посвящен полностью столярным соединениям. Начиная с соединений на гладкую фугу. Дальше идут, по-моему, каркасные соединения. Шип-паз. Ласточкины хвосты, куда без них. И различного рода экзотические соединения. Тут он про петли самодельные. Вот такие вот соединения для колеса. Ну, в общем, довольно любопытная книга с почти забытыми уже сведениями. Есть у меня и первые два тома. Первый том посвящен полностью вот такой вот томина. Столярным инструментом ручным. Тут и про стамески, и про пилы, и про рубанки, и про хитрые рубанки. Довольно подробно все расписано. В третьем томе собраны сведения по различным столярным техникам. Которые уже практически нигде не применяются на производстве. А любителям типа меня узнать про них можно только вот из таких вот книжек. Ну, это получается такой сборник статей. В котором статьи скомпонованы по определенным темам. Вышел в Америке уже и четвертый том. Посвящен он мастерской. Но до Германии еще не доехал. А в России, насколько я знаю, вот эти книги вообще и не появлялись в продаже. Читаю я их в разнобой. На сон грядущие те темы, что мне интересны. Но все-таки это не какой-то такой фундаментальный курс. Читать тут можно в произвольном порядке. Также можно обращаться к справочному пособию. Наверное на этом и все. Спасибо за просмотр. До свидания.